Физическая активность, спорт полезна всем людям, в том числе и пациентам с сахарным диабетом первого типа. Занятия спортом улучшают самочувствие, помогают бороться со стрессом, улучшают физическую форму, помогают бороться с лишним весом, укрепляют сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему. В том числе физические нагрузки улучшают когнитивные способности, у ребенка улучшается память, улучшится успеваемость в школе. Поэтому занятия спортом, конечно же, мы рекомендуем нашим детям, нашим пациентам с сахарным диабетом первого типа. Детям с сахарным диабетом первого типа рекомендуется не менее 60 минут физической активности в день, умеренной и высокой интенсивности. Кроме того, будет полезно, если ребенок будет заниматься не менее трех раз в неделю в спортивных секциях, в танцевальной секции. Физическая активность ассоциирована с повышенным риском развития гипогликемии. Поэтому целевой уровень сахара крови перед началом занятия спорта, он несколько выше, он находится в верхних значениях целевого диапазона. Мы должны стремиться к сахару 8-10 ммл перед началом занятия спортом. Если к моменту физической активности сахар ниже, то следует принять дополнительные углеводы. Их количество зависит от уровня сахара. Если гликемия меньше 5, то обычно мы рекомендуем дополнительно принять 1-2 хлебные единицы. Если гликемия от 5 до 8, то достаточно 1 хлебные единицы. Если сахар крови от 8 до 14, то в этом случае обычно не требуется прием дополнительных углеводов. А если уже сахар высокий, выше 14-15, то здесь необходимо ввести коррекционный болезн, но мы должны его снизить. В среднем на 50%, чтобы сахар не снизился слишком выраженно. Если физическая активность запланирована, и мы понимаем, что она будет приходиться на время активного действия инсулина. То есть в ближайшие 2 часа после того, как мы ввели инсулин на еду. Такую дозу инсулина мы должны снизить. На сколько снизить? На 25-75% в зависимости от длительности и интенсивности физической нагрузки. Кроме того, и после завершения занятия спортом риск гипогликемии сохраняется. Поэтому и на еду после спорта обычно требуется снижать дозу инсулина в среднем на 50%. Если ребенок находится на инсулиновой помпе, то у нас есть возможность не только снизить дозу болезненного инсулина, но также снизить и скорость подачи базального инсулина. Мы обычно рекомендуем за час-полтора до начала занятия спортом снизить скорость базального инсулина на 50-70%. Или остановить подачу базального инсулина на время занятия спортом. Иногда выбора у нас нет. Например, ребенок занимается плаванием или какими-то единоборствами, когда помпа будет ему мешать. В этом случае инсулиновую помпу снимается, подача базального инсулина останавливается. Обязательно следует помнить о том, что и после окончания физнагрузки также мы должны установить более низкую скорость подачи базального инсулина. Снижаем мы ее в среднем на 20% на ближайшие 4-6 часов. Ограничением для занятия спорта могут явиться осложнения диабета, осложнения на глаза и на почки. Ограничением является недавняя тяжелая гипогликемия, так как в этом случае повышается риск развития повторной гипогликемии. Также пациентам с диабетом первого типа не рекомендуется заниматься экстремальными видами спорта, так как это может быть опасно, поскольку при них сложно проконтролировать уровень сахара или при плохом самочувствии прекратить заниматься спортом. И в принципе, плохо компенсированное заболевание, если у ребенка часто высокая гликемия или большая вариабельность гликемии, тоже могут быть ограничения для определенных видов спорта. Тут нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Что нужно обязательно помнить, когда вы планируете вести спорт в жизнь вашего ребенка? Что у ребенка всегда должен быть доступ к легкоусвояемым углеводам, чтобы он знал, где у него лежит сок, чтобы он не стеснялся сказать тренеру о своем плохом самочувствии и мог всегда принять дополнительные углеводы. Что нужно более часто контролировать сахар. Рекомендуется измерение гликемии не реже, чем каждые 20-30 минут во время занятий спортом. Если ребенок начинает посещать спортивную секцию, то обязательно следует предупредить тренера о том, что к нему пришел ребенок с диабетом, что есть риск возникновения гипогликемии. И у ребенка всегда должна быть возможность сказать о своем плохом самочувствии, остановиться в своем занятии спортом, померить сахар и принять дополнительные углеводы. Чаще всего физические нагрузки приводят к снижению сахара. Редко набывают такие ситуации, когда при физической активности сахар крови повышается, и пациент задает вопрос, чем это может быть связано. Во-первых, это связано с самим видом физической нагрузки. Мы обычно делим физнагрузки на аэробные и анаэробные. Аэробные – это те, которые более легкие, которые мы можем совершать длительное время в определенном темпе. Вот такие нагрузки сильно снижают сахар. В противовес им существуют анаэробные нагрузки. Те, которые высокой интенсивности, когда мы прикладываем максимум своих усилий, чтобы эту физнагрузку выполнить. Например, сдача нормативов на уроки физкультуры, поднятие тяжестей. Такие короткие и сверхинтенсивные нагрузки могут приводить к повышению сахара. Кроме того, во время этих нагрузок часто бывает еще и стрессовая ситуация. То есть не только сама физнагрузка влияет на повышение сахара, но и то, что ребенок волнуется. Он прикладывает все усилия, чтобы сдать этот норматив, чтобы получить хорошую оценку. И сахар может расти в этой ситуации. Также из других причин повышения сахара встречается такая причина, как некомпенсированный диабет. Если, в принципе, у ребенка достаточно часто высокие сахара и он, скажем так, недодозирован по инсулину, как раз во время занятий спортом может проявляться эта нехватка инсулина тем, что сахар будет повышаться. Сейчас родители обращаются с вопросом, является ли диагноз сахарного диабета первого типа причиной освобождения от физкультуры? Можно ли с таким диагнозом получить это освобождение? На практике можно. Многим у нас рекомендуют домашнее обучение, например, а не только освобождение от физической нагрузки. Но я бы не рекомендовала идти по этому пути, поскольку физнагрузки действительно очень полезны для ребенка и для его здоровья, и для его физической формы, и для его социализации. И самое главное – ощущение, что я такой же, как все, что я могу заниматься спортом, а не больной ребенок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!